Дима красавчик, в любой момент всегда старается следить за машином, почищать. Казалось бы, мы должны ехать дальше и дальше. Сережа, Тартаков, забери вещи. Мокрые. Ну, когда дошел разговор о том, чтобы наше предприятие как-то обозвать, ну ладно, название придумалось строго на запас, а потом нужно же было придумать какой-нибудь логотип, вот. А так как у меня увлечение – это всякие разнообразные крепости, и чем более они серьезно, остроконечно выглядят, тем больше они мне нравятся. Вот. И одну из крепостей, которая предполагалась для посещения – это Эмбинский пост. Просто я его, как бы, начал что-то отрисовывать в Короле, смотрю, блин, стрелка. Ну, правда, пришлось повернуть ее на запад, вот. Так и возник логотип. Было это укрепление построено Российской империей не позднее 1865 года. Ну, просто планировался еще один поход на Хиву. То есть, к тому моменту уже, в общем-то, с Бухарой были такие дружелюбные отношения. Казахские ханства в основном уже были либо в составе империи, либо, опять же, в мирных взаимоотношениях. С Кокандом война потихоньку заканчивалась. Вот. А Хиву по-прежнему хранила огромная пустыня, которая, как бы, для них была такой же охраной, как всегда, как для русских зима. Вот. И после неудачной кампании 1839-1840 годов уже все планировалось, как бы, более по-серьезному. Ставились более серьезные укрепления, логистика, чтобы была обеспечена. Вот. И тогда и возникло вот это укрепление. Оно упоминается практически во всех заметках военных до той эпохи, до тех походов. Через него, получается, проходил Оренбургский отряд. То есть, военная операция против Хивы, она заключалась в том, чтобы с трех сторон к Хиве подошли отряды. Это со стороны Кавказа, со стороны Оренбурга, ну, то есть отсюда, и со стороны Туркестана. А вот-вот-вот, вот-вот-вот. Оно, гроздь. Квадратная. Того грамма. Уже несколько часов после, да? Двое здесь. Очень подковываю. Кушаем колбасу вместе с печеньем. И оказывается, чтобы оно было приятным этим приятным бутербродом, нужно как кушать из саулет? Колбасой вниз. Я ему так же и сказал, неправильно ты, дядя Федор, будто бутерброд ешь. Вот, кстати, он низом кушает колбаской. Он заль на кушает. Мы чтим заветы Матроскина. Чистить надо вообще. Мне нравится. Не, можно. Можно, можно, но лучше кушать. Мне даже нравилось. Мы в детстве кушали. Вспомню в детстве. О, мой. Подъехали мы в бывший засекреченный город в советское время. Он назывался Эмбо. Сейчас Жем. Все здесь брошено. Остались такие островки цивилизации. Да, удивительно. На фоне этой разрухи такой плакат. Стабильность. Созидание, что ли. Дорога как-нибудь? Отвратительно ужасная, если в двух словах. Направления дороги нет, да? Да. Сколько мы за сегодня пришли, как? Сегодня мы проехали. 403 километра. И это еще не финал. Да, нам еще ехать. Уже ничего не видно. Один в ночи по дороге, походу, что-то там. Загорелось, подгорело. Все выскочили. Запах горелый, вот пошло. Ложная тревога похожа. Да. Добычки надо меньше курить. Он их на колеса складывает, а потом начинается. Но... Спасибо. Что-то есть, по-моему, какой-то запах. Полынь, какой-то паленый, да? Урага! Ну что, дороги, по-моему, уже... Во сколько мы выехали? Ну я не помню. Когда залезал, они были помнят. Тут вообще уже не помнить не тер. Деньдесят часов, кажется, не знаю. Все, уже давно. Да, но... Тринадцатый день пути. Мы хотим доехать прямо до этого. Место нашего сокровенного. Не знаю, хватит нам. Нашли, да? Надо подержать? Не обожгись там обратно. Есть, говорит, что-то будет. Когда долго едешь по этому сухостой, есть вероятность пожара, да? От двигателя. Трава забивается, не может быть пожар. Здесь вот подорожка, которая, скорее всего, сходится с той, как на которой я стоял. Вот, сейчас надо это проверить. У нас на навигаторе пока он так справа на дороге стоит. Навигатор, он может притягивать. Вот она дорога. Калия, здесь. Я про нее не думаю. Ну вот мы ее и потеряли, потому что там видно, где промойная была, несколько следов объезда было, мы ее и потеряли. А вы сейчас там это, аккуратно проходите, потому что мы там два рычка заскочили. Дорога, которую мы дальше по ней поехали, там в АЕКОБЫ, пи***, по этой трассе. Тут, кашпачи, написано так. Так, 59 километров до Эргиза и 2,1 до поворота. Налево. Овсянка ждет. Утро настало, заряд бодрости у всех потихонечку, хотя вчера будем вставши. Долго. Вон она там, солдатские крышечки у него идет. Он, кстати, вчера даже за ужин несил, сразу палатку поставил и вырубился. Дорога долгая. Ну, выспался? Да. Готов дальше идти? Сегодня тоже тяжелая будет дорога. Мы готовы? Да. Красавчик. Там идет... Умывались вот с этого распылителя. Здесь у нас вот кашка. Кое-кто еще не проснулся, а так уже все расходятся по холмикам. Вон, Леша пошел по за холмик. Принцесса вышла сейчас, тоже за холмик пойдет. Вон, тоже за холмик пошел. Короче, все в разные стороны. Вот, когда протыкаешь такую пробку, начинаешь вспоминать советские веяния. Значе было молоко и кефир в стеклянных бутылках вот с такими крышечками. Кстати, очень хорошее молоко. Мне понравилось. Типа топленое, да, топленое. Она не портится и в дороге прям айс, настоящая айс. Бесплатная, короче, реклама от пушистенников, да? Чувствуется походный армейский дух. Ребята уже быстро складывают палатки. Кто-то еще там вот умывается, а еще кушает. Ну и я по-стариковски уже так потихонечку начинаю тоже собираться. Вот мы приехали в центр кратера. Видно здесь уже такое. Разная такая земля, почва. Отдают какие-то красками. Но он очень большой. Скуптер его практически незаметный. Что, вкратце об этом месте расскажет наш молодой будущий ученый. В общем, сейчас мы находимся в центре кратера от метеорита, который называется Жамамшин. Эта общая локация считается кратером именно того метеорита, который по некоторой гипотезе мог бы быть именно тем самым, который уничтожил динозавров и начал Великий Ледниковый период. Он был открыт одним ученым, который в итоге в 70-е годы, когда хотел уже собирать камушки из, собственно, самого места обвала метеорита, рассказали, я не знаю подлинно, верна ли эта информация, но говорится, что в аэропорту этого человека задержали и эти камушки ему занести с собой не разрешили. И по некоторым источникам говорится, что даже в аэропорту он плакал из-за того, что ему этого делать не разрешили. Кто-то уже что-то собирает здесь. Да-да, там нашли космическую проволоку, космический болт и космическую шестеренку. Вот этот болтик отломился и метеорит упал. Прям вот эта теория рабочая. Ну вот, кто-то здесь ученые мысли серьезные говорит, а кто-то здесь позитив ловит. У многих на устах Тунгусский метеорит, упавший в Сибири, на территории России. Но намного крупнейшим метеоритным кратером является Жаманшин в Иргитском районе Актюбинской области. В советское время ученые искали здесь алмазы. Сейчас камни, импактиты, так их называют, найденные в этом кратере, выставлены на продажу через интернет. Цены начинаются от 30-40 тысяч тенге и достигают 500-600 тысяч тенге. Возраст кратера около миллиона лет. По одной из версий, этот метеорит стал причиной смены климата с Земли. Взрыв аналогичный по мощности десятку ядерных бомб. Изменил геологическую структуру местности, подняв из недр на поверхность редкие металлы. Что делает местность интересной для геологов и других ученых. Мне, кстати, удалось найти пару небольших экземпляров импактитов. У нас сегодня обед горячий, с чаем горячим. Как всегда, бутерброды и мороженый десерт. Прям супер. Стоим недалеко от Иргиза. Все довольные. Повторите массаж на камеру. На камеру давайте. Заново сделайте это все. Я готов эту дублю снимать регулярно. Вот зажигай. Вот у нас. Леша устал немножко. Делаем ему сеанс массажа. Это кайф. Сейчас ушко почешите. Ушко мне с аулец платочком где утирают. Сделаем это. Вы не умеете квалифицировано это делать. Ну, сейчас, ну, вот, вот. Холоденький салктиточник. Когда этого не ожидали, что суражки покошили. Сейчас он мурлыкать начнет. Встретили ребят с телевидения по дороге, которые нам моргали. Начали снимать нас. Интересно. Делимся с ребятами информацией, потому что они едут с Мангустауа до Астаны. Проехали Уральск, Актюбинск. И, в принципе, тоже такая же идея. Они показывают достопримечательности городов. Мы не могли проехать это место. Слияние получается двух границ. Россия, Казахстан. Фактически еще двух областей. Актюбинская и Атаравска. Сейчас я вам покажу дорогу. Дорогу и машину. Реально, рискованно. Прямо на большой скорости мы прокатились. Ну, вот Кирилла машина. Марку можно узнать? Нет, невозможно. Вот еще что-то. Логотипы видно. Я проглядываю. Тут стекается, да? Покоряем Казахстан. Ну, все, после этих катушек теперь нужно делать... Машину вообще изначально вот такого цвета. Да, серого. Самый-самый частюль у нас это Дима. Он каждое утро, каждый вечер конкретно отмывает машину. Тут уже я бесполезен. И в белой рубашке, в белой футболке всегда ездит. Таково. Не то, что Серега. Это вот чистый... Да, полевой мужик. А это что-то не... Ну, прям заставляет нас всех где-то умахаться постоянно. Машину. Ну, прям заставляет нас всех где-то. Машину. Леша, что делать? Что делать или что делать? Что делать? Все, обкапываем, чтобы огонь не пошел. Вот такое место, где у нас горит огонь. Потому что мы против пожара. Мы за чистоту. Мы берем кого? Правильно вести. Меня спросили, что делать? А ты что делаешь? Да, уже 14 день подряд консервные банки открывают. Тушенка, тушенка, тушенка. Опять тушенка. Самое главное быть ближе к кухне. Добольское водохранилище, по-моему. Добольское это водохранилище, вот здесь. Там дальше дамба. Вот разливы. Сейчас наш друг приедет, местный товарищ. Привезет нам подкрепление боеприпаса. А, да. Сейчас приедет еще один намадовец, который с нами ездил в Текили в экспедиции. Если не смотрели, посмотрите. Привет! С пацаном, чтобы снова встретиться. Красавчик. Видели мы с ним в Текили. Как вас? Какие люди! Трудного. Довольный зонтов у нас видит. Ты что, по-моему, похудел что ли? Какой набрал? Набрал? 7 кг. Да ты что? Трудного. Спасибо тебе. Субтитры сделал. Субтитры сделал DimaTorzok